Всем привет на канале сегодня у нас вновь выпуск вот таких вот криминальных новостей в которых замешаны именно афганские мигранты не беженцы а мигранты значит после того когда 31 мая в манхайме вот этот вот сумасшедший мигрант радикальный исламист порезал несколько человек и убил полицейского ножом случилось буквально целый ряд примерно таких животных преступлений с применить с использованием ножа вы знаете создается впечатление как будто это не люди а какие-то роботы-убийцы запрограммированные на убийство сидящие дома и ждущие когда хозяин нажмет на кнопку и они пойдут убивать буквально несколько дней спустя после вот этого жуткого преступления на острове рюген был пойман еще один афганец 22-летний уже помоложе чем вот этот был который в манхайме что сделал этот афганец внимание полиции он привлек тем что он ходил и большим тесаком ножом резал плакаты партии афд агитационные плакаты и бросал их на землю полицейские обратили на него внимание и призвали его к порядку на что он тут же развернулся и бросился на полицейских с ножом пытаясь их порезать но в этот раз уже полицейские сработали более активной более правильно согласно своих инструкций они его заломали скажем так мягко заломали и вот он до сих пор сидит в кпз он пытался порезать полицейских нанес несколько ранений на живых но тем не менее убить никого он не убил и слава богу но сидит в камере предварительного заключения буквально недавно 10 10 июня в понедельник во франкфурте на майне у нас же есть два франкфурта один франкфурт на одере это бывший гдр и второй франкфурт на майне во франкфурте на майне на берегу реки майне сидела женщина по сообщениям полиции сидела женщина возрасте 41 года отдыхала после обеда дышал воздухом как говорится ничто не предвещало вдруг к ней внезапно сзади сзади лавочки подошел 19-летний афганский мигрант набросился на нее с вот таким вот катаром сейчас я вам покажу вот такой вот катар набросился на эту женщину и ни с того ни с сего начала резать ей голову и наносить колющие удары по голове и в область в основании шеи она в панике вырвалась от него и побежала через несколько метров от потери крови от шока она споткнулась упала он ее догнал и начал ее резать опять начал ей втыкать вот этот вот нож тут довольно таки очень острое тон тонкое острое лезвие и чем она опасна тем что она очень вот тут она на такие сочленения сделано то есть она ломается если здесь затупилась лезвий к его можно просто засунуть между губками плоском пассатижи и отломать она не затачивается он начал ее бить этим ножом резать дальше она начала кричать на ее крики бросились люди бросились прохожие мимо но там все-таки не губ не голая ж местность деревья растут кусты и когда этот убийца увидел что кинулись люди начали на него кричать он бросил свою жертву и убежал люди вызвали полицию полиция приехала и рядышком буквально вот недалеко от этого места преступления на улице оскар фон миллер штрассе они нашли этого афганца после дам крови они нашли этого афганца 19-летний кстати пацан пацан 19 лет они его нашли спрятавшегося за кустами и обнаружил у него его этот нож катар естественно сразу поняли что это он тем более что пара прохожие и люди которые были свидетелями вот этого жуткого преступления указали именно на него с тех пор он сидит в кпз во вторник 11 числа он был представлен перед судьей прокурор затребовал чтобы он находился в постоянно под стражей начали дело значит по всем вот этим вот случаем в которых замешаны именно вот эти афганские мигранты бывший министр здравоохранения а сейчас представитель фракции от спд в бундестаге енс шпан выступил с резким заявлением и с требованием к правительству прекратить это сумасшедшее безумие вот это вот засилье афганских мигрантов без документов без какого-либо права приезжать сюда в нашу страну сюда в германию потому что по статистике криминальной полиции количество вот этих вот тяжелых уголовных преступлений на душу населения среди афганцев превышает в разы уровень преступления среди местного населения для тех же кто будет говорить а вот скажите как не говорили скажите как там ведут себя украинские беженцы сразу же говорю по статистике украинских беженцев к нам приехала свыше миллиона человек но свыше миллиона человек нет такого уровня криминала как среди вот этих вот нескольких тысяч афганцев потому что благодаря этим афганцам уровень криминала в стране за прошлый год и за этот год взлетел на 40 с лишним процентов украинцы в этом отношении действительно тихие и законопослушные граждане чтобы никто ничего там не придумывал не говорил значит йенс шпан вот возвращаясь опять к нему затребовал от правительства прекратить это безумие и вот это вот нелегальную миграцию из афганистана из других стран тем более что сам канцлер шольц после того когда тот афганец манхайме убил полицейского сказал что пора пересмотреть вопрос по афганистану и признать афганистан страной с нормальными условиями жизни и всех вот этих неважно сирийцев или афганцев которые ведут себя неподавающим образом у нас стране выдворять в афганистан потому что так такое грубо говоря население здесь в этой стране нам нужно из-за них люди просто простые люди боятся ходить по улицам они боятся как говорится казать нос на улицу потому что вот пожалуйста вам пример ты сидишь на лавочке отдыхаешь вдруг внезапно на тебя кто-то набрасывается со спины и начинает резать тебя ножом ни за что ни про что только потому что ты христианин в христианской стране а он мусульманин он радикальный исламист он ненавидит христиан какого и приехал когда в христианскую страну если ты ненавидишь христиан и да для тех кто сейчас может сказать эта женщина хотела провести акцию сожжения корана как мне несколько подряд несколько человек подряд утверждали что вот в манхайме почему набросился этот бедный юноша на этого политика потому что тот хотел устроить акцию сожжение корана не было речи о сожжении корана вообще и у него там даже не был никакой мусульманской литературы не то что корана на его столиках с агитбашурами и литературкой для тех же кто сейчас скажет что эта женщина тоже как-то оскорбила ислам или хотела сжечь коран я говорю сразу да падет на вас гнев всевышнего аллаха и гореть вам в аду они с гуриями тешатся в раю если вы такие глупые такие же ненормальные радикальные исламисты как и вот эти вот афганцы которые здесь ни с того ни с сего клинышек у них запал и они начинают издеваться и резать людей таких нужно изолировать в первую очередь от общества и выдворять просто выдворять в мусульманских же странах за преступления режут руки режут ноги режут голову извините за такую жестокость у меня на канале вот когда я вам это высказываю мы конечно живем в цивилизованном мире у нас таких жестоких наказаний нет но тем не менее тем не менее такие вот отщепенцы такие вот пещерные троглодиты ведущие себя по идиотски в нормальном цивилизованном обществе ничего не потеряли их нужно всех выдворять и в этом отношении вот именно в этом отношении партия афд действительно права в своих требованиях к правительству пересмотреть миграционную политику страны в отношении всех вот этих вот нелегалов приезжающих сюда без бумаг фиг знает из каких стран даже из тех стран в которых экономика нормальная промышленности вроде бы ничего и войны нет но однако же они сюда лезут за хорошей жизнью такая вот печальная у меня сегодня новость скажем так несколько несколько таких вот новостей но тем не менее чтобы вы просто были в курсе того как ведут себя здесь вот вот эти вот бедные мусульманские афганские юноши бежавшие от режима талибан ищущие себе убежище те кто ищет убежище себя как свиньи грязные не ведут всем удачи пока 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 пока